привет это спортивный клуб пироид и сегодня мы расскажем как проходит судейство в художественной гимнастике зададим самые частые вопросы судье и разберемся как работает эта система а поможет нам в этом дарья андреевна гомонова судья второй категории нашего клуба художественной гимнастике выделяют бригаду судей д.б. которая оценивает трудность тела д.а. которая оценивает трудность предмета бригада артистизма и исполнения которые соответственно оценивают артистизм и исполнение зависимости от уровня соревнований четыре судей исполнения четыре судей артистизма на некоторых соревнованиях могут сокращаться до двух по два судей д.а. и д.б. это создано для объективности судейства, чтобы не один судья отвечал за всю оценку, а несколько. Раньше были карточки, но их упразднили, сейчас судья записывает то, что он видит в качестве символов, если мы говорим о элементах или работе предмета, и по ходу выступления сразу оценивает, записывает стоимость, далее всю стоимость складывает, и так и получается итоговая оценка. Исполнение и артистизм — немного другая схема. Изначально у гимнастки есть 10 баллов, из которых судьи А и Е как раз вычитают сбавки у исполнения за ненатянутые стопы, за согнутые колени, за частоту исполнения, в общем, если она отсутствует, за неправильные формы на элементах. А в артистизме все, что касается характера выступления, насколько гимнастка соответствует выбранной музыке, насколько движение ее выражают музыку и так далее. То есть там схема такая — с 10 баллов изначально отнимаются сбавки. В блокноте мы записываем то, что видим, далее мы это складываем все, и сюда в планшет уже вносим итоговую оценку, которая далее появляется у главного секретаря и выводится уже в итоговую оценку — сумму от всех бригад. В силу очень быстрого исполнения могут возникнуть спорные ситуации, так как гимнастки не всегда идеально выполняют то, что им изначально поставили, могут возникнуть спорные ситуации. Один судья увидел критерий, другой не увидел, поэтому и нужно, чтобы было несколько судей, чтобы был диалог, чтобы получилась более объективная оценка. Каждый судья проходит курсы, они длятся в течение двух дней. В первый день проходит семинар по правилам полностью, и также там практикуются уже в судействии, рассказывает судья всероссийской категории и международной категории все нюансы судейства, и во второй день проходит экзамен, по итогу которого судья либо присваивается к категории, либо нет. Первая категория, которая присваивается спортивному судье — это третья категория. Далее идет вторая, первая, далее идет всероссийская и международная. Судьи эти отличаются по своему опыту. Чем выше категория у судей, тем к более крупным соревнованиям он может быть допущен. По-моему, во всех видах спорта такая система, что судьей может стать любой человек, независимо, тренирует он или нет. В гимнастике в силу того, что правила очень сложные, очень много нюансов, судьей очень трудно стать, если ты сам не погружен в вид спорта. Нужно будет очень много практиковаться, очень много выучить тех вещей, которые человек изнутри видит сразу. Родителю, если он хочет понимать немного, как оцениваются девочки, ему можно открыть правила. Там прописаны, в принципе, все правила судейства. Тогда он получит представление о том, как судят его ребенка. Но система судейства очень сложная, судей очень много, поэтому одному человеку все равно очень сложно понять, насколько объективно оценили его ребенка. Поэтому родителям лучше об этом не задумываться, доверять тренерам, доверять судям. Когда ты судья, ты видишь программу с лицевой стороны, можешь какие-то нюансы для себя, как для тренера вынести, потому что в тренировочном процессе не всегда так скрупулезно обращаешь внимание на какие-то вот эти вот сбавки и так далее. А здесь ты судишь, смотришь, оцениваешь других, понимаешь, над чем нужно тебе самому как тренеру поработать со своими гимнастиками, чтобы их оценки стали выше. Пишите в комментариях, если у вас остались вопросы, а мы надеемся, что теперь вы будете лучше понимать, как работает гимнастика изнутри. Ну и до встречи на канале!